Здравствуйте, здравствуйте! Ямаха Петрозовского эфире. Продолжаем просвещать, несем свет в массы, не забываем ставить лайки, для того, чтобы нас видело больше людей. Итак, давайте полезную информацию соберем вам в кучу. Ну, собственно, тема посвящена у нас машинкам ГАЗ Реверс, контроллером Ямаха, обычным, не электронным, не цифровым, механическим. И, собственно, с чего у нас начиналось. Ну, это копия, это не оригинал. Вот такие машинки вы могли видеть на стареньких древних Ямахах. Это 701 машинка, здесь газ добавляется, здесь, собственно, однорычажная машинка. Давненько она у нас уже не продается, не поставляется, соответственно, в музее только можем увидеть. Ей на смену у нас пришла 703 машинка, это тоже копия, оригинала нету, она не поставляется, не выпускается, только с старыми моторами у вас может быть. Соответственно, она, газ у нее, малый газ, ну, добавить без исключения передачи, флажок уже на корпусе, кнопка блокировки включения. И отличительная особенность у нее, это то, что кнопка трима вот здесь, она вставляется прямо в ручку, здесь заглушка. Заглушка снимается, и туда вставляется кнопка трима. Кнопка трима здесь идет старого образца, своя. Соответственно, она устанавливалась у нас на обе стороны, можно было ручку перекинуть. Единственное, здесь на Ваймахе была, ну, вот и на копии красивая наклеечка. И, соответственно, когда вы перекидывали ручку, вы видели эту сторону, наклеечки у вас уже не было, она уже к борту крепилась. Ушло уже машинка тоже в прошлое. Давай вот так, пока рядом. Ей на смену пришла машинка 703 нового образца. Она такая у нас уже более зализанная. И у нее поменялась ручка. Соответственно, здесь кнопка ставится уже не в заглушку, а в тело самой ручки. И если машинка идет без кнопки... О, у нас такая есть! О, как все оказывается круто! Как мы подготовились! Сам не ожидал. Это у нас 7-пиновая машинка на 30-й моторной Yamaha 32-тактную. И, соответственно, у нее ручка идет гладко, никаких заглушек нет. Соответственно, если мы хотим переоборудовать под кнопку, меняется вот эта накладочка вот на такую. Вот она будет вот такая, с таким выступом. И вы туда, собственно, поставите кнопочку. Вам нужна накладка и кнопка, если у вас машинка нового образца. Если старого, вам нужна просто кнопка, вместо заглушки вы туда вставите. Соответственно, машинки у нас на 7-пинов разъем и на 10. Два вида всего. Это 10, на 30-ки 7. Практически все, ну, скажем так, 99% 4-тактных моторов имеют 10-пиновый разъем. 7-пиновый идет на моторы 2-тактные, небольшой мощности, без гидроподъема. Соответственно, ну, та же самая 30-ка, например, 2-тактная. Кроме пинов, есть у машинок очень важный параметр. Это тянущая или толкающая. Что это такое? Соответственно, если мы откроем нашу машинку, то мы увидим, вот сюда подключаются у нас троса. Заводится, машинку целиком разбирать для подключения тросов не надо. И, соответственно, когда вы включаете переднюю передачу, вот передний ход, у вас включается, собственно, тянется трос передачи, включилась передача, и далее начинаете добавлять газ. И газ идет навстречу тросу, то есть он его толкает в обратную сторону. Вот такой механизм используется на львиной доле моторов Yamaha, за исключением нескольких моторов. Картиночку я приведу. Ну, например, та же самая 30H, 2-тактная, у него машинка тянущая. Ну, давайте, чтобы не быть голословным, чтобы вы видели это вживую. Мы имеем две машинки. Здесь у нас, когда мы добавляем газ, вот газ идет в ту сторону, в сторону стричь троса, здесь он идет обратно, он вытягивает трос. Вот, собственно, разница между толкающей и тянущей. Тянет, она на себя трос вытягивает. Соответственно, как определить, какая у вас машинка? Ну, надо знать, какой у вас мотор и какая система тяг. Более того, надо смотреть не на сектор акселератора, ну, сектор акселератора, на дроссельной заслонке, либо на карбюраторе. Надо смотреть именно на тяги, куда подключается мотор. Пойдем посмотрим. Yamaha 30-ки под рукой нет. Есть Parsun, его копия 30-ка. Соответственно, у нас передачи подключаются вот сюда. И у них все стандартно. Вперед, нейтраль и назад. Это у всех моторов. Газ здесь подключен через систему рычагов. И если мы посмотрим непосредственно на карбюраторы тяги, то вроде как, чтобы газ открывался, вот он. Вот этот сектор поворачивается. Вот его тяга вот здесь. И вроде как его надо толкать. Но так как здесь стоит система тяг, и вот сюда будет подключаться трос. Добавляем газ, когда мы тянем трос. То есть смотрим именно на то место, куда подключается непосредственно трос акселератора. Вот, например, сороковка. Не смотрим, что там на карбюраторе. Находим место, куда у нас подключается. Акселератор. Сейчас мы его найдем. Показать-то его. Ну, спрятался. Потому что спереди у нас передача, а за ним прячется акселератор. Вот я его попробую. Если увидишь ты что-то. Вот газ добавляется, когда мы тягу толкаем. Вот здесь толкаем, а здесь тянем. Вот это очень важно. Если вам досталась машинка, и она у вас работает не в ту сторону, что же делать? Вот такое у нас хитрое устройство машинки. И у него есть вот такой рычаг. И, собственно, если вы откроете руководство от оригинальной машинки, то вы увидите, что вот этот рычаг, он может быть двух видов. Соответственно, если книжку откроем, то увидим, что рычаги у нас отличаются. Все остальное одинаковое. Соответственно, если мы в эту машинку вот эту тягу снимем, она легко снимается, и поставим другую, то машинка у нас начнет работать в обратную сторону. Соответственно, толкающая превратится в тянущую. И наоборот. Собственно, для тяги есть двух видов, и вы можете переделать в любую из сторон. Так, что интересного у нас в машинке, раз уж открыл. Куча проводов от замка зажигания. Замок зажигания в данном случае на 10-пиновой машинке у нас, кроме того, что выключает, глушит и чекой, и замком мотор, включает, заводит стартером положение. Стартер у него есть положение при нажатой кнопке. То есть нажимается ключ зажигания. Это для того, чтобы вытащить электроподсос на той же самой 30-ке дистанционной двухтактной или 40-ке. У них электроподсос, соответственно, чтобы он сработал, надо нажать, он вытянется, обогатить или вы будете заводить с нажатой кнопкой. Мотор завелся, поработал, вы обратно ключ приотпустили. Схемку я приведу на всякий случай. Мало ли кому интересно, что там куда идет и что как перекрывается. Ну и у нас, естественно, есть микрик от запуска на передачу. Вы очень любите с новыми моторами в первые выезды и в первые дни владения звонить и спрашивать, почему у меня мотор не заводится. А все потому, что вы, когда глушили, не до конца довели машинку, и она нажимает на этот микрик, и мотор думает, что... Машинка думает, что мотор на передаче. Соответственно, вы, если что-то у вас не заводится, вы можете просто туда-сюда передернуть, чтобы он у вас отщелкнулся. И, скорее всего, мотор у вас заведется. Это у вас постоянный этот косяк. Вы про это забываете. Соответственно, это к вопросу, когда мы машинку должны поставить новую с новым мотором, либо у вас украли ее, либо вы купили мотор вообще без машинки, и там нужно его, ее установить. Соответственно, если мотор 10-пиновый, берете 10-пиновую машинку, не забивая голову, у вас все будет работать в оригинале, если это все будет хорошо. Есть момент, если вы ставите дистанцию на мотор, который был без дистанционного управления, вы хотите поставить машинку, сделать по-нормальному, подключить всю проводку, чтобы у вас там был электростартер, а может даже трим, тогда надо понять, что нам сюда подключать. Распиновку я сейчас на экран выведу, чтобы у вас на память осталась она, потому что провода у нас в жгуте, они цветные, вот они здесь выходят, разных красивых цветов, и соответственно, по цветам можно понять, что куда идет, ну и по положению разъема. Со стороны катера у нас машинка и разъем, со стороны мотора у нас нет ничего. Соответственно, мы можем взять жгут проводов, они бывают разные, вододестипиновые. Вот такое, вот какого-то мотора, какого, не совсем понятно. Этот порсуна, по-моему, инжекторного. Вот такой у него хвост. Либо взять вот от этой эндуро, от сороковки, от ямаховской, жгуты, он тут у нас еще страшнее, тут куча всего. Но нам, в любом случае, вы разъем в разъем использовать мало, что у вас получится, вы скорее всего будете использовать сам хвост, сам разъем, чтобы подключиться к машинке, и провода. Что-то придется нещадно отрезать, что-то выкинуть. Соответственно, самый правильный способ это подключить к машинке и все самому прозвонить и быть уверенным, где что находится. В данном случае, вот два разных производителя китайских, но они все выдержали ямаховские цвета в жгуте. Вы можете, конечно, на них ориентироваться, но я бы перед уже запуском еще раз проверил. Потому что у ямахи, например, у нас здесь в жгуте. Черный, понятно, это масса. Он черного цвета, и везде он идет на массу. Где-то у нас тут есть наш красный, естественно. Красный, это у нас плюс питания. На машинку вы подаете. Зеленый, это у нас тахометр. С генератора выход. Он идет у нас к машинке для того, чтобы вы вот в этом разъеме, который из машинки, хвостик у вас торчит, нашли зеленый провод и могли подключить к нему тахометр. Здесь же будет питание для тахометра. Провод для подсветки использовать можно. И, соответственно, вы сюда подключите тахометр, который... Сигнал придет по зеленому проводу. Коричневый провод. Это у нас подача питания на реле стартера. В положении старт сюда подастся через замок зажигания. Два провода светло-голубой и такой зеленовато-бирюзовый, светло-зеленый. Это у нас трим вверх и вниз. Соответственно, вот в данном жгуте эти провода есть, и вы можете под капотом подключить либо штатный трим, либо вывести из мотора на внешний транец провода. В этом жгуте, например, этих проводов нет. Соответственно, либо подключать их отдельно, либо смотреть, есть ли они вообще в жгуте использовать, их может там не быть. Либо, если вам трим не нужен, то забить болт на это. Соответственно, эти провода идут к машинке, идут к кнопке на ней. В данном случае вот именно эта версия машинки 703, она имеет дублирующий из нее выходит вот такой хвост. И, как мы видим, китайцы даже попали очень даже неплохо в цвет. Это не что иное, как дублирующие провода для кнопки трима. Соответственно, если у вас подключен внешний транец и от него идут отдельные провода на кнопку, для того, чтобы не лезть вот сюда, разбираться с проводами, не подключаться к кнопке, вы можете вот прямо сюда подключить кнопку свою в борту. Борт убрали это, подключили вместо штатной кнопочки, которая шла с тримом, там китайский трим или американский, неважно, и вы будете со штатной кнопки на машинке управлять своим трансом. Очень-очень удобно. Что у нас тут еще в распиновке? В распиновке у нас еще есть розовый провод, он идет на зумер в машинке, вы заметили, наверное, здесь, в случае аварии, там можно перегрев, например, датчик перегрева подключить, у вас будет зумер кричать. Что, 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 есть еще синий провод, вот в данном жгуте, жгут полный, потому что он для мотора вот такого с гидроподъемом и с электроклапаном на карбюраторе именно вот для этого, поэтому здесь полный жгут, в нем есть все. Синий провод это как раз подача питания на карбюратор, на электромагнитный клапан, вот с кнопочки, когда мы нажимаем. Ну вот в данной кассе вам, например, не нужен будет вот этот разъем, это штатный от мотора разъем. Соответственно, что-то мы аккуратненько отрежем, заизолируем, подключим к мотору, из него будет у вас уходить штатный разъем, куда вы подключите разъем, собственно, машинки. И все будет классно, и все будет классно работать. Кстати, несколько таких машинок у нас есть по суперцене, поэтому ссылку оставлю, кому интересно, можно приобрести оригинальную японскую, ямаховскую машинку, потому что, почему про китайскую сказал, вы очень часто приходите, у вас там разных производителей китайские машинки, и периодически ищите для них потроха, то есть механические запчасти, которые каким-то образом вы умудрились сломать, ну, либо они развалились, машинки. Для ямаховской машинки мы за всю историю ничего, потрохов никаких не привозили, ну, кроме микриков, их ломаете вы, когда машинку разбираете, вы механические ломаете, как правило, реже он выходит из строя. Механика, она на ямахе очень хорошо работает, у китайцев периодически вы что-то просите, а можно вот это заказать, можно вот это найти, поэтому разница между Китаем и ямаховской, оригинальной японской машинкой, колоссальная, это реально она есть. Поэтому, вот есть несколько машинок, с удовольствием вам отдадим. Ну, стандартная она идет, у нас инструкция, установочная пластина, ну, и комплект подключения, это болты ее крепления и наконечники, тросов, которые будут подключаться в машинке. Что можно сделать еще с управлением? Вроде, казалось бы, я все рассказал, но не совсем все. У нас еще есть варианты. Мы про них рассказывали, мы их показывали, ну, давайте покажем еще раз. Соответственно, машинка 703, это накладная машинка на борт. Если у вас современная красивая лодка, то зачастую у нее красивые борта, зашитые там моредеком, карпетом, еще чем-то. И машинка с новым красивым дорогущим мотором иногда выглядит так архаично на борту. Соответственно, для вас есть машинка 6х3, это врезная машинка, волжанка на своей лодке их активно ставила. Что мы имеем? Мы имеем вот такой механизм, то есть, вот непосредственно вот эта машинка. Выглядит она вот так страшно, но она у вас зашивается в борт. Вы расшили борт, с той стороны прикрутили ее к борту, у вас осталось маленькое отверстие. И сюда у вас станет, собственно, ручка. Из борта у вас будет стоять красивая, аккуратненькая ручка. Смотрится лодка просто бомбически, реально, как бы, оно того стоит. Поэтому, если новая, современная, красивая лодка, есть смысл врезать машинку 6х3, потому что выглядит она вообще шикарно. Для этого, собственно, нужна сама машинка. Нужен замок зажигания, потому что в машинке уже нет, и замок вы ставите, выводите на панель на панель с тахометром. Вот такой достаточно симпатичный у нас идет замок. Красивый. И он без чеки зажигания, как вы можете, без чеки безопасности, как вы можете заметить. Зуммер, кстати, сигнальный от мотора, прямо на ней висит. То есть что-то звенеть у вас будет в случае перегрева, не дай бог, не из машинки, а уже из ключа, потому что здесь все выводят. А чеки отрыва у него нет, потому что чека на этой машинке закрыт пакет. Она стоит собственно на накладке, которая закрывает ручку. Вот это отверстие у вас закрывается красивой ручкой, и чека прямо стоит рядом с ней. Соответственно, чека вам отдельно не нужна, она идет в комплекте с машинкой. Ну и, соответственно, вам нужно соединить мотор, машинку и замок. Все на разъемах. 688 кабель идет. С одной стороны у него обычный разъем как у 10-пиновой машинки один в один. Соответственно, вы можете такую машинку, можете такую подключить. С другой стороны, у него уже разъемы другие, они предназначены как раз подключиться к замку и к машинке. Поэтому все подключается разъем в разъем. Эта машинка, по-моему, тоже была. Пара штук. Можно сделать интересное по ним приложение, пока они есть. как продадутся, уже не сможем сделать. И все еще не все. Еще есть вариант. Не везде можно врезать машинку и не везде можно сделать накладную машинку. У нас были такие сборки, несколько катеров, которые мы снимали у нас на канале. И в этих пятерах нужна 704-я машинка. И она у нас тоже есть. Кому интересно, стучитесь. Она у нас врезная. То есть она врезается на поверхность горизонтальную. То есть она вот такая красивая с хромом, с надписью Yamaha, вся модная из себя. Газ у нее можно добавить без включения передачи. Если мы нажмем на кнопочку, то можем добавлять газ и передача включаться не будет. В противном случае тянем, будет включаться передача и будет тянуться троса. Также на 6х3. На машинке нету чеки, как на 6х3. Соответственно, для нее идет свой замок. Тоже в панель, но замок уже идет с чекой. безопасность чекой отрыва. Также все на ней зуммер и также подключается все разъем в разъем. Соответственно, вот таких три оригинальных комплекта можно установить на вашей лодке. Если нужна накладная, то, собственно, 2 или 703, либо 6х3 врезная. Если на горизонтальную поверхность, то это только 704. Ну, она, естественно, бывает. Кто-то видел, наверное, сдвоенная, когда две ручки. Такая лодка у нас тоже, по-моему, видео было, когда вы управляете с паркой и двумя моторами. У вас там будет две ручки. Для этого комплекта также идет этот же самый провод. Вы его точно также подключаете. Соответственно, в комплекте тоже три детали. Машинка, замок и провод. Надеюсь, теперь точно все рассказал, информацию по максимуму, дал все, что только можно. А, еще, нет, не все. Что касаемо машинок. У машинки есть снаружи винт, это винт фрикциона. Соответственно, закручивая его, вы увеличиваете сопротивление ручки, насколько она туго будет. Для чего это надо? Если он у вас сильно откручен, то во время движения на ходу от вибрации у вас ручка может назад уходить и обороты сбрасывать сами собой. То есть машинку придется держать рукой. Подтянув, вы ее зафиксируете. Обращались несколько клиентов от 700 четвертыми машинками с этой проблемой. Ставили там большие моторы и у них как бы во время хода машинка ехала обратно. Здесь тоже под крышечкой есть фрикцион, винтик. Если крышку снять, есть фрикцион, который может затянуть, чтобы это тоже ходило. Ну, теперь-то уж точно, наверное, Дениска все рассказал. Все, что узнал. Как говорится, от души. Все, всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок